Продолжение следует... ...три мечети, которые нужно посетить. Бисмилля иррахмана иррахим. Наш святой пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, что человек должен посетить три наиболее предпочтительные мечети. Мечеть Аль-Харам, Кааба, мечеть Ан-Набави и мечеть Аль-Акса, которая находится в Иерусалиме. Те, кто посетит их, получат большую пользу для себя. Их посещение будет принято, а им будет оказана большая честь. Молитва, совершенная в мечети Аль-Харам, равна ста тысячам молитв. Это милость Аллаха Азаваджаля. Однако многие люди, у которых есть деньги, останавливаются в отеле. Они слишком ленивы, чтобы идти к Каабе и молиться. Поэтому они молятся там, где находятся. Когда они молятся в том месте, где они остановились, они многое теряют. Вместо того, чтобы заработать сто тысяч долларов, они получают только один. Человек, который едет туда, не должен лениться. Он все время должен находиться в том благословенном месте, потому что вы идете с намерением поклоняться и посетить святое место. Каждая минута вашего пребывания там приносит вам пользу, как духовную, так и физическую. Безусловно, божественное проявление и милость, которые исходят с этих мест, дают здоровье телам людей. Второе место — это мечеть нашего святого пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Молитва там в тысячу раз лучше, чем молитва, совершенная в обычной мечети. Раньше, когда люди отправлялись в хаджу, они совершали в этой мечети 40 молитв. Мы говорим о старых временах, потому что сейчас людям не разрешают делать этого. Хаджи совершали там 40 молитв и пребывали там 8 дней. Некоторые из них даже больше молились. Совершать 40 молитв — это хорошая традиция. Они молились в мечети Аннабави и этим совершали свой хадж. Третья мечеть — Аль-Акса. Совершить молитву в этой мечети в 500 раз лучше, чем совершать молитву в обычной мечети. Это дано людям для того, чтобы они могли получить большие савабы, награды. Посетить первую мечеть Аль-Харам — это выполнить фард, то есть совершить хадж. После этого посетить мечеть Аннабави и получить там божественное проявление — это то, что нужно людям. Поэтому даже если просто поехать туда, чтобы получить эти проявления, это уже большое благо для людей. Это не физические вещи, но в духовном плане они играют преобладающую роль. Некоторым людям все равно, когда эти проявления станут очевидными, но если бы они знали, сколько в этом пользы для них, они бы не просили уже ничего другого. Поэтому как только у кого-то появится возможность, он должен поехать. наше намерение — это довольство Аллаха Азаваджаля. Мы едем в такие места для того, чтобы благословение, милость и божественное проявление Аллаха Азаваджаля были для нас, иншаллах. Кто хочет, пусть едет. Конечно, в связи с этим могут возникнуть трудности, то там, то здесь. Это все материальные вещи. Но в духовном плане есть то, что всемогущий и великий Аллах желает, чтобы мы выполнили это в этом мире. Конечно, мы не можем оставить молитву и пост из-за трудностей, с которыми мы сталкиваемся. Но пока безопасно, и вы свободно можете поехать туда, нет никаких проблем. Конечно, люди хотят, чтобы все давалось им легко, но божественное проявление таковы. Поэтому и трудно поехать в Хадж, Каабе и другие места. Но люди все равно едут. Раньше были разбойники, и не было гарантии для жизни. В наши же дни они просят денег, много денег. У кого есть деньги, тот должен ехать. У кого их нет, для того это не фарт. Нет необходимости брать кредит. Но когда у вас есть возможность, и вы находите оправдание, чтобы не ехать, это потеря для вас. Да защитит нас Аллах! Пусть Всевышний дарует нам совершить зиарат по прекрасным местам, иншаллах. Амин Аллах и Ат-Тауфик. Аль-Фатиха. Аль-Фатиха.